МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе Биг Бен на московском шоссе 20. Телефон 8-920-99-3-2-99. Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И сегодня мы, как обычно, расскажем вам о самых ярких событиях, произошедших в нашем городе за минувшую неделю. В последнее время в нашей стране особенно популярными стали конкурсы на выявление различных талантов. Не стало исключением и Рязань. Здесь на протяжении целого года пытаются найти лучший голос в городе. И совсем недавно, наконец-то, определили победителя. Прошлой весной в ресторанном комплексе торгового центра «Премьер» стартовал проект «Лучший голос Рязани». Более 40 человек решили принять в нем участие. Они бились за звание лучшего на протяжении года и, наконец, наступил суперфинал. 5 апреля в концертно-банкетном зале «Москва» собрались болельщики, гости проекта, ну и, конечно же, пятеро финалистов. Все они попали сюда, по их собственным словам, совершенно случайно. Тем удивительнее было услышать настолько сильные голоса. Юрий Леонтьев – один из пяти участников конкурса, дошедших до суперфинала. Необычные образы, удивительная подборка репертуара и бьющая ключом энергия. Пожалуй, именно этим и запомнился зрителям Юрий. Ну и, конечно же, всегда приятно видеть среди участников мужчин. Хотя на этом конкурсе недостатка в них не было. Я во многих конкурсах принимала участие, ну, как педагог и как член жюри. Там в основном девчоночек команды, в основном девочки, очень мало мальчиков. Если появляется мальчик, то все прям к нему очень внимательны. А здесь сами они прям берутся, берутся. И хорошие все, достойные. Александр – еще один представитель сильного пола этого проекта. Не имея музыкального образования и никогда серьезно не увлекаясь вокалом, ему удалось войти в пятерку лучших. Ну, а последует ли за этим победа? Конечно, он на это надеется. Победит сильнейший – это самое главное. Не знаю, нет предчувствий. Все ребята, ну, не зря нас здесь пятеро осталось. Нас было очень много, осталось пятеро. Все очень достойные ребята. Все просто великолепно поют. Отметились на конкурсе и девушки. Лейла – одна из самых молодых участниц проекта. В песне музыки, по ее словам, заключается вся ее жизнь. Позади уже множество выступлений, но сегодня, пожалуй, самое главное. Конечно, волнуюсь перед выступлением, потому что без волнения не получится передать тех эмоций, которые могу передать я. И когда волнуешься, получается что-то неожиданное, не так, как ты репетировала. Это очень интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кому же из пяти столь сильных участников отдать главный приз, автомобиль, предоставленный спонсором проекта «Регионов-62», определяло квалифицированное жюри и зрительское голосование. И лучшим стал Александр Бирюков. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот, пожалуй, как раз такие нестандартные мероприятия, происходящие в культурной жизни нашего города, и привлекают рязанцев. Вот еще один пример. Неделя мод, которая стартовала в торговом центре «Малина». Рязанская неделя моды стартовала 8 апреля во вторник. Первый показ прошел на площадке торгово-развлекательного центра «Малина». Рязанские модельеры и модные бутики представили посетителям центра новые весенне-летние коллекции. На данный момент вы присутствуете на показе мод, который представляет несколько торговых марок, достаточно крупных и известных. Ну, в принципе, вы увидите, наверное, в ближайший момент. Это 15 торговых марок. Несколько бутиков Рязани были готовы представить свои новые весенне-летние коллекции, которые наши модели сейчас презентуют всему всей Рязани. Неделя моды на базе торговых центров проходит в нашем городе впервые. Это событие стало возможностью для магазинов Рязани, которые продают эксклюзивную одежду, показать свой товар и прорекламировать его. А посетители торговых центров смогли увидеть одежду на моделях, так сказать, в жизни. В первый день показа, например, были представлены модели одежды от магазинов «Реплей», «Ф5», «Мадмазель», «Буду мамой», «Свит мама» и «Стефанель» «Форнарина». На данный момент у нас очень большие перспективы у агентства «Рэдкэт» по снятию крупномасштабных мероприятий. Такие, как, например, в ближайшее время будет «Авто и стиль». Будет большое, очень большое мероприятие, которое будет проводиться в течение нескольких месяцев. Это ток-шоу «Календарь», которое мы планируем снимать с телеканалом «Городской». На протяжении всего мероприятия посетителям торгового центра «Малина» дарили купоны на 10-процентную скидку в любом из магазинов, участвующих в показе. Дальше эстафетную палочку приняли торговый центр «Виктория Плаза» и «М5 Молк». Неделя моды завершится закрытым показом с благотворительным аукционом в субботу 12 апреля. Ну а для любителей старой доброй Англии Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина подготовил особенный сюрприз. Если раньше с его помощью мы могли познакомиться с культурой восточных стран, таких как Япония, Китай, то на сей раз перед нами во всей красе предстала английская культура. На один день университет имени Сергея Есенина превратился в островок Великобритании. Здесь звучала английская речь, пелись песни самых популярных английских исполнителей, а всех пришедших на фестиваль гостей знакомили с культурой и традициями далека Англии. Идея организовать подобное мероприятие в Виталово университете уже давно, а тут появился прекрасный повод, ведь 2014 год объявлен Годом перекрестных культур России и Великобритании. Гостями праздника стали рязанские школьники, студенты и все те, кто интересуются старой доброй Англии. Нам очень хотелось, чтобы это стало возможностью глубже узнать историю и культуру страны, потому что невозможно изучать язык, не зная традиции обучив страны, которые обязательно отражаются в языке. Ознакомление с культурой Великобритании проходило посредством нескольких секций. Одни были посвящены музыке, другие литературе, спорту и достопримечательностям Англии. Кроме того, любой желающий мог побывать на Бейкер-стрит. Каждый желающий может взять вопрос у меня, загадку, и найти ответ в этой комнате. Из-за этого мы даем приз, миссис Хатсон мне в этом помогает. И здесь на столах лежат всякие улики всевозможные, то есть можно воспользоваться всем, что можно найти. Конечно же, не обошелся фестиваль и без традиционного английского чаепития. Различные сорта чая, огромный ассортимент сладостей, а также множество полезной и занимательной информации. Правда, по большей части на английском языке. Еще одна задача, по словам организаторов, развенчает с помощью этого фестиваля некоторые мифы о туманном альбионе. Кстати, традиционный пятичасовой чай оказался в их числе. В общем-то, не придерживаются именно пятичасового чаепития. Это может действительно быть чай во второй половине дня. И не обязательно вот с теми традиционными сладостями, к которым мы привыкли. В общем-то, деловой ритм жизни, он ведь не задает свои правила, свои традиции. Еще множество подобных мероприятий планируется провести в Рязанском государственном университете. И на каждом из них мы сможем ненадолго перенестись в другую страну, а может быть и на другой континент. Если раньше в нашей программе мы рассказывали исключительно о художественных выставках, то на сей раз нам бы хотелось поведать о выставке-ярмарке, которая открылась в торговом центре «Рязанский». На ней любой понравившийся экспонат, например, шубу или изделие из натуральных камней, вы можете оплатить и унести домой. Торговый центр «Рязанский» приглашает всех горожан на межрегиональную выставку-ярмарку «Лучшие товары для рязанцев». Здесь в одном месте собраны товары, которые смогут привлечь ваше внимание, а соотношение цена-качество приятно вас удивит. Так, например, именно здесь вы сможете приобрести свежайший мед с наших рязанских пасек, а также с пасек Тамбова и Алтая. Ну а прежде чем купить, вам обязательно предложат его попробовать, и вы убедитесь, что это действительно настоящий мед. Если когда мед еще самый зрелый, это отличает по плотности меда, вязкость меда – это первый показатель, то есть мед зрелый. Любой мед должен иметь запах и вкус, то есть аромат и небольшую теткусть во рту. Когда мед жидкий, он льется горочкой, то есть мед пчелы сделали, в лаву выпарили – это первый показатель. Но то, что другие добавки только опытным путем, а прежде всего, как покупатели, должны ориентироваться на запах и на вкус. Если мед имеет посторонние примеси, ни вкуса, ни запах мед уже, соответственно, не имеется. Также на этой выставке у вас есть прекрасная возможность приобрести сувениры из натуральных камней, например, из малахита. Помимо того, что это красивый камень, он имеет множество уникальных целебных свойств. Вообще малахит издвенно считается камнем здоровья и очень сильным оберегом. То есть даже когда он был раньше у нас в России, испокон веков бабушки, прабабушки наши, они очень в это верили. И он очень имеет сильную энергетическую ценность, он очень сильный энергетический камень. И поскольку это гидрокарбонат меди, мы знаем, что свойства у меди лечебные очень большие, поэтому, собственно, тут ограничений у него нет. То есть он влияет на очень многие аспекты жизни и здоровья. Кстати, на этой выставке-ярмарке вы можете не опасаться того, что приобретете искусственный камень. За качество абсолютно всех товаров здесь отвечают. Те участники, которые предлагают нам здесь сейчас свой товар, строго отобраны, приведены в порядок, что называется, на самым лучшим образом. Это самый качественный товар, который мы можем сейчас наблюдать вот в таком собрании того, что представлено. Здесь вы найдете и товары для дома, и одежду для себя и вашего малыша, а также изделия из кожи и меха по привлекательным ценам. Выставка работает в последние дни, так что стоит поторопиться. Ну а тем временем салон Хобби заинтересовался детским творчеством. На выставке, которую он открыл, ребята представили свои рисунки на сказочные темы. Совсем маленькие начинающие художники представили свои работы в салоне Хобби. Воспитанники детской школы искусств номер 7 подготовили для этой небольшой выставки более двух десятков рисунков. Работать над ними детям действительно было интересно, ведь все картины объединены единой сказочной темой, близкой любому ребенку. Здесь на работах представлены и Оловенный солдатик, и Алиса, и Снегурочка, и просто все, наверное, сказочные персонажи как бы сошли со страниц книжек, известных нам с детства, и дети постарались передать настроение сказочное это и в своих работах. Мы видим, помимо основных базовых знаний, которые показывают ученики этой школы, умение работать с цветом, умение передавать настроение. Салон Хобби достаточно часто устраивает подобные детские выставки. Возможно, именно благодаря им кто-то из ребят с успехом продолжит свой творческий путь. Наш салон старается предоставить площадку для детей, для школ, чтобы дети смогли попробовать себя в качестве таких авторов, которые выставляются и участвуют в выставках, и для многих эта выставка может оказаться первой, и первым опытом, первой ступенькой для дальнейшей творческой жизни. Окунуться в сказочную атмосферу, созданную детьми, любой желающий сможет до конца апреля. Ну что ж, это были самые яркие события, на которые мы обратили свое внимание. Увидимся с вами ровно через неделю. До встречи. Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе Биг Бен. На Московском шоссе 20. Телефон 8 920 99 3 2ки 99. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова